Здарова, народ! И игрок на Бизонте С-45 залез в куст на горе и развалил весь центр карты. Просто навёл кошмар на вражескую команду. Короче, всё, внимание на экран. У нас Бизоныч сегодня, пожалуйста, Малиновка. И погнали посмотрим Бизонта у нас летит тут в первых рядах. Как союзники, он все позади там тащатся, а мы уже приближаемся. Сражение встречное, поэтому с горы тут, во-первых, можно по базе отрабатывать, если там у кого-то желание появится нашу базочку потеребонькать. Ну как нашу пока общую базочку, но будем надеяться, что нашу в итоге. Так, проезжаем. Уже приближается наш герой к горе. И вот о чём я и говорил, да, посмотрите. Захват базы уже начинают делать. Вон там ЛТшечка заскочила. Но мне что-то, кажется, долго она там не удержится. База, к тому же, берётся небыстро во встречном бою, да? Поэтому мы уже занимаем кустики. И посмотри, просто какая сказка. Просто как на ладошке. Полетело. Выехали от кустиков. Ляпс. Пару щелбанов. И готово. Отлично делаем. Так, кодешимся. Аккуратненько. Так, нужно посматривать, чтобы никто слева не выкатил. Тут нам сюрпризов не навставляло. Тут разные упаранты могут быть. Ну, вроде там уже он какие-то союзники даже, да? По миникарте видно, он подтягивается. Т-34-1 там. Да, вон они, что на миникарту смотреть. ИС-3 сюда чухает. Поэтому, в принципе, должны как-то помогать. Ну и наш герой, вдохновившись тем, что союзники подтянулись, пробует уже выглядывать на саму гору, да? Кто там сидит? Куда глядит? Сейчас узнаем. Он, пожалуйста, уже понаприезжала. Думал, что тут никого не будет. И он сейчас заедет тут, как царь, да? Займет. Развалится. И будет накидывать там. Спокойно с горы. Но нет. Такого не будет. Но зато у нас вот продолжается настрел. Пожалуйста. Кара П-88. Откуда вылез вообще? Из какой дырки? Да это большой вопрос. Откуда он тут появился? Раз так прямо перед носом мистер Кара. Это интересно, да? И нам тут песенку спел. Быстро, правда, песенку спел. Мы его отправили в ангар. Так. Ну вот уже два фрага у нашего героя. Продолжаем удерживать кустики. Вот видите, тут как классно стоит. Да кто-то на базу сразу мы наготовили. Вот и сверху можно поработать. Куда вот это недоразумение отправилось на Уни? Кто-нибудь расскажет мне, вот куда вот это чудо на Уни туда полетело, а? Объясните мне. Какой план просто у него, что он вот так делает? Так. Ну и... Унишича. Сейчас походу там в ангар. Должны запаковывать. Так. Подкадешиваем следующие снарядики. И вот, пожалуйста, я же говорю, она база работает на 100%. Она манит к себе, как будто там пивом намазано. Все едут, что-то захватывать думают. Вот и следующий захватчик базы прикатил. А у нас всегда есть по кому работать, да? Без проблем. Прям откидываемся по-лево. И сейчас откадешимся аккуратненько. И снова кто-нибудь прикатит. Вот уже 2 600 дамага. Вот, пожалуйста. И Шкода Т-56 тут выглядывает. Ну просто сказка вообще. Еще по Шкоде залетало. Счет, кстати, не такой уж сказочный. 6-5. Хотя по ХП наша команда очень неплохо выигрывает. Но по счету, по фрагам, они там могут очень хорошо задефаться у себя на базе. Другое дело, что тут так как встречный бой, мы можем просто встать на захват базы. И тогда, как в обычном, да, стандартном бою, станут вот здесь. Сядут на зеленочки. А тут посмотри, что база всемогущая делает. Все в итоге в этой части карты, да? А так, если бы обычный бой сидели бы там на зеленке, жопы растили, бесконечно. В кустах бы стали и вообще у них никаких проблем. А так вот едут, едут к базе. Ничего не поделать. Надо что-то с базой придумывать, да? Поэтому мы спокойно отработали. Уже больше 3000 урона, 4 фрага. И сейчас выкатываем дальше на саму АСМ-ча. Картонного. Практически, да? Ну, один танканул, тем не менее. Так, народ, пока время есть. Напомню вам, что спонсор этого видоса парни из классного сайта. Воткит. Где вы можете себе золото и премиум танки получать. Теперь советую вам на воткит главный контейнер, из которого больше всего крутых призов выпадает. И золото там, и премиум танки я выбивал, и ловешника, и С3СМЗ, и 10 тысяч голды бывало выпадало. К тому же, если вам там какой-то ненужный премтанк выпадает, можете его просто в голде забрать. То есть, вот выпал Лёва. Больше 11 тысяч золота за него можно вывести. Если он у вас есть, например. Или просто, если не хотите Лёву, можете забрать в голде. Это, я считаю, классно. В общем, залетайте по ссылочке в описании на воткит. Также, если счет будете пополнять, вот этот наш промокод вводите. При пополнении счета по нему каждый получает гарантированный подарок-бонус. Ссылочка и промокод в описании под видео. Также там еще ежедневная раздача голды. Вот надо вот эту кнопочку участвовать нажать. Две секунды времени у вас займет. Обязательно тоже не забывайте в раздаче голдеца участие принимать. Так. Ну, в общем, все в описании. Мы смотрим далее. Там уже наша команда, он на базе гнездо вьет. Посмотри. Счет 12-8. Бизоныч, давай! 7 фрагов. Там еще трое. Десяточка может быть. Не, ну я сомневаюсь, что наша жадная команда. Вообще, частенько союзники жадные. До домашки и до фрагов, да? Отдаст нам все три фрага. Это была бы прям совсем сказка какая-то. Но один как минимум можем восьмой себе записать. Раз уж такие дела пошли. Раз уж боецки удается. Так. Там потихонечку базу берут. И наш герой в самое логово направляется. Вот тут на зеленке любят посидеть. И посмотри, какие настойные стоят. Пятизвездочные просто напитки. Фу ловенькие. Ё-моё. Как вы хорошо тут сидели, да? Ну, как раз для нас берегли хпшечку свою. Сейчас мы ей поживимся. Так, там базу захватывают. Времени на самом деле у нас не так много живится. Две минуты. Не, ну за две минуты тут еще можно еще один бой сыграть. В принципе. Так. Ну вот, пожалуйста. Т-34-3. Там еще фраги делают они, посмотри. С третьего нашего добрали. Так. Куда этот снаряд делся? Расскажите мне, пожалуйста. И пантерка 8-8. Как бы двоих добрать? У нас уже восемь фрагов. Вот, девятый и десятый стоит. Союзники вроде там не особо претендуют. Только вот Т-34-1 тут стоит. А остальные там спокойно базу берут. Хотя они тоже он оттуда могут простреливать. Так. Ну ладно. Будем выкатывать. Наш герой ждет, чтобы откадешить все снаряды. Чтоб уж наверняка хватило. Если будет шанс, у нас все-таки 10 фрагов оформить себе. Ну и вот. Две. Одна секунда. КД дождись. Нет. Не дождался. Кидает по Т-34-3. КД третьего снаряда я имел ввиду. Да? Ну ладно. Экран не пробит. Вот, пожалуйста. Сейчас будем без снарядов. Так. Есть. Девятый фраг есть. Пантера 8-8. Активно работает по нам. Пантера скорострельная довольно. 308 хп остается. КДшим снарядик. Ну оставьте, пожалуйста. Есть. 10 фрагов. Больше 6000 уродных. Больше 1000 ассиста. Вот такой боецкий у нас. К итогам. Так. Ну и тут у нас воин. Основной калибр полмастера. 6-224 дамага. 10 фрагов. Вот такая красотень. Вверху справа. Сейчас прошлый видос появляется. Залетайте. Посмотрите тоже обязательно. Ну а мы с вами, народ. Увидимся в новых роликах. Которые очень скоро будут на канале. В описании заглядывайте. Там ссылочка на вот гид. Пока, народ.